Сегодня мы гуляем в одной из главных достопримечательностей в городе Йокугамо. Это китайский район или Чайна Таун. Он, конечно, не такой, как в Нью-Йорке или в других городах, более цивилизованнее и чище. Но можно попробовать китайской еды национальной и чуть-чуть погрузиться в культуру Китая. Так как японцы очень любят поесть, Чайна Таун – это их любимое место. Сейчас как раз обеденное время и на улице выстроена большая очередь за китайскими пельмешками на пару. Мы их тоже сейчас пойдем попробуем. Веню во всем Чайна Тауне рассчитано более или менее на японские вкусовые рецепторы, поэтому здесь она такая более сладкая, чем острая. Острых блюд найти сложно. Меню такое оно более mild, мягкое. Мы сейчас находимся на одной из самых наших любимых точек питания в Чайна Тауне. Это такие вот кругленькие мясные и с мясом и с морепродуктами. Шарики очень вкусные. Сегодня нет очереди, практически нам повезло. А так бывает, очередь достигает 50 метров. Люди стоят вдоль всей улицы, чтобы скушать шесть этих шариков. Весь процесс приготовления мозг наблюдается вот прям за стеклом. Тетеньки китаяночки стоят, левят красивые пельмешечки. Очень резво, очень аккуратненько. А дальше дяденьки китайцы их жарят в больших таких чинах. В японском Чайна Тауне на самом деле очень все чисто и стерильно. Когда мы были в Чайна Таунах в Нью-Йорке и Вашингтоне, там, конечно, был совсем другой пейзаж. Здесь люди работают в перчатках, всегда покрывают голову и в ресторанах также очень чисто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы никогда не видели японское телевидение, то у вас сейчас есть шанс это увидеть. 60-70% всего телевидения Японии это в основном АИТИ. То есть примерно оно выглядит так. Люди ходят, пробуют и говорят, как это вкусно. И все это на камеру. И все это на камеру. Самое важное в этих шариках, это их поедание, процесс поедания. Нужно обязательно сделать дырочку и разорвать вот это вот тесто, иначе весь бульон при укусе может просто наплеснуться на окружающих. Вкусненько? Да. Очень вкусно. Мои любимые зелененькие? Вкусно. Хороший перемешек. Шесть штучек стоят 8 долларов, трех разновидностей. А если шесть штучек одной и той же разновидности, то они стоят 7 долларов. Практически во всех ресторанах в Чайна Тауне действует система Табе Ходай. То есть вы платите при входе, в данном случае, 18 долларов, и два часа кушаете все что угодно. А в меню у них 132 блюда. И в течение двух часов набиваетесь полный живот. Чайна Таун в Японии был бы не Чайна Тауном, если бы здесь не было, как и в виске, японских сувенирных бублам. Если бы забыли купить сувениры в других частях Токио или Юргама, то в Чайна Тауне вы также сможете найти что-то очень интересное. Как тебе такие замечательные носочки с котиками? А вот такие тапки, кстати, классные. Их можно, я думаю, носить под нашу современную одежду. С джинсами они будут смотреться супер просто и очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на одной из самых главных улиц Чайна Тауна находится китайский буддистский храм. Он очень красочный, очень красивый и на самом деле отличается сильно от японских буддистских храмов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и у японцев, у китайцев религия тоже очень универсальна. И на одной из самых торговых улиц Якугамы не могли не построить храм, как храм, посвященный очень хорошему бизнесу и благополучию. Именно в денежном плане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без пан не обходится ни один китайский магазин. Вот, например, в этот магазин можно зайти в панде прямо в пасть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я очень люблю вот такие вот кунжутные шарики, они сделаны из рисовой муки, внутри них красные бобы, они называются гомоданго. Ну и как же, опять же, без пан, здесь предлагаю также шоколадные пирожочки в виде панны, но делаю это для Дарья. Вот такой вот хрустященький кунжутный шарик, вкусаем. Лоханули, мне надо должен быть полный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok